Здравствуйте! Это проект Смотри Хабаровск в студии Олеси Куприна. Сегодня мы будем говорить о туризме по Дальнему Востоку с моим гостем. Он недавно побывал в Якутии, получил массу впечатлений от путешествия. В студии легендарный Михаил Непогодин, директор Центра социальной адаптации Грань. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и действительно, у вас было недавно потрясающее путешествие. Я вам, честно признаюсь, завидую. Очень хотела бы тоже в нем побывать. Расскажите, как это было? Ну, буквально неделю назад мы вернулись с увлекательного путешествия. Причем это не двухдневное, не недельное путешествие, а 20-дневное путешествие, в котором в комбинированном маршруте поучаствовало нас 30 человек. Половина ребят была из Неринга и половина из Хабаровска. И нам предстояло пройти по реке Нюкжа и Алекма, проплыть порядка 80 километров, а далее пройти более 70 километров по болотам, горам, Курумникам, к высокогорным озерам. Так вот, ребята из Неринга-экологи должны были снять пробы воды, должны были найти микроорганизмы, которые живут в этих озерах, а мы должны были повысить свой уровень инструкторства. Ведь мы ведем проект «Юные инструктора туризма» в этом году. И ребята должны стать подобными нам, взрослым. То есть они будут юными инструкторами, которые прошли огонь, воду и медные трубы, и которые способны будут повезти за собой в такие же походы других ребят. Ну а в Якутии было очень здорово, то есть куча мошки, комаров, ну помимо этого, голубики, морожки. Медведей. Медведей тоже много было, но мы их визуально не видели. То есть на самом деле были такие моменты, в которых были мощные такие шорохи в кустах. То есть вы их слышали, но не видели? Ты понимаешь, да, что это, конечно же, животное. Не цапля. Да, не цапля. Вот, медведь. Но потому что в основном, если копытные олени, там, зюбряки, лоси, они, конечно, убегают. Тук-тык-тык-тык-тык-тык. А медведи, они просто, значит, пытаются затаиться. Вот. Ну и у каждого из ребят были петарды, были гранаты для страйкбола, были фэш-вейера. Мы свистели, кричали. Ну, группа 30 человек. Инструктаж по безопасности был проведен? Конечно, обязательно. То есть мы знаем, как себя вести. Убегать, конечно же, не надо от медведя. Но нужно просто случайно не встретиться с ним, вот раздвигая кусты. А в Якутии нам пришлось ходить по тем местам, по которым очень-очень редко вступает нога туриста и человека. Вот. Наша группа была там, Грань, 21 год назад мы были без питания. 21 год назад? 21 год назад мы, когда начинался наш центр Грань, наш начинался, вот это 2001 год приблизительно. Мы сходили бы этим маршрутом, даже еще более сложным маршрутом, и у нас оказалось 10 дней без еды. Нам приходилось питаться подножным кормом, то есть рыба без соли, шишки кедрового сладника, ягода. Вкусно было? Ну, то есть, конечно, когда мы нападали на плантацию, необходимо было просто остановиться, у нас было 16 человек, и кушать, 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 потому что, ну, не было ни круп, ни тушенки, ничего такого не было. Вот. Ну и в этом году, я бы сказал, что детям сказал, будет очень сложно, очень жестко, и они пошли все равно. То есть, вот, я бы отказался от такого страха. Ну, это действительно такой нетипичный туризм, то есть, обычно люди берут отпуск для того, чтобы, ну, наверное, как-то все-таки отдохнуть, получить загар, покупаться в море. То здесь все-таки, наверное, для того, чтобы, возможно, чтобы похудеть, потому что, наверняка, испытания там те еще. Ну, кто хочет похудеть, да, такой тур у нас есть, как раз 20 дней без еды, но на самом деле, просто мы понимаем, чтобы отправиться в те уголки, в которые не вступает нога человека, ты за деньги не отправишься. То есть, это либо очень великие деньги на вертолете и там спецрейсы. А вот да, кстати, это интересно. Вот если обычный человек, такой, как я, захочет в такой тур, куда мне податься? Я расскажу. Это просто немного дольше путь, чем в коммерческий туризм. То есть, вы должны просто научиться основам туризма. То есть, вы должны научиться правильному снаряжению, правильной безопасности на маршруте. Вы должны уметь спланировать маршрут. Вот, допустим, мы в этот поход сушили овощи, так как все, что ты несешь, не сухое, все имеет воду, и это видит большой вес. Поэтому и картошку, и лук, и морковку мы все сушили. Делали борщи, но все это очень становится легким. Мясо сушили. То есть, мы не нанесли тушенку с собой. Все это тоже обладают теперь этими знамями наши ребята. То есть, они все это подготовили своим путем. Мы смотрели, должен быть аварийный выход с маршрута. То есть, куда мы идем. Что человек, допустим, случившаяся аварийная ситуация, то есть, каждый человек должен знать, куда нужно выйти. Вы сначала делаете этот инструктаж, и потом идете или в процессе? Конечно. Вот этот, значит, проект наш, поддержанный фондом президентских грантов, с февраля месяца продолжается. Мы прошли 32 часа теории, в которой дети получали знания, которые мы сначала проходили теоретически, а потом шли в поход. Наши дети в этом году были в шестидняном лыжном походе. Они были на сабдосках, на сплаве по реке Яворин. Они участвовали в соревнованиях чемпионата Дальнего Востока на Кеморале. То есть, очень много прошли походов с детскими домами. То есть, юные инструктора помогают мне в работе с ребятами из детских домов. А как вообще к вам попасть обычному человеку? Это возможно? Обычному человеку, конечно, можно. То есть, в основном мы занимаемся с детьми. И, соответственно, мы находимся в Матвеевке. У нас там есть небольшая база, где мы храним лодки. Есть карьер в селе Матвеевка, где мы тренируемся. Детям повезло. Огромное спасибо, хочу сказать, бассейнный дельфин, в котором мы занимаемся зимой. И учимся с Кеморским переворотом. Учимся нырять под водой, проныривать длинные расстояния. Потому что в бурной воде, а мы водники, необходимо очень хорошо уметь плавать и задерживать дыхание. Ну, вот все вот эти основы мы проходим. Ну, тренировки у нас, конечно, бесплатные. Ну, и когда мы идем в поход, мы, конечно, привлекаем финансирование. Либо спонсоров, либо мы, значит, собираем денежки на проезд. Ну, вот у меня сложилось впечатление, да, что вы занимаетесь с детьми. Либо это дети из детских домов, либо какая-то такая вот из других детских семей. Это правильное впечатление, потому что 24 года мы уже занимаемся с ребятами из детских домов. Да, впечатление это то, что вот обычному ребенку туда не попасть, из обычной семьи. Почему? У нас очень много ребят, конечно, многодетных, есть из приемных семей дети, но есть и просто совершенно обычные дети из обычных полных семей, и мамы, и папы. То есть можно позвонить, да, и каким-то образом попасть? Можно, пожалуйста, можно позвонить. Самый главный момент, что те дети, которые находятся не в селе Матвеевка, потому что эти дети приходят к нам, а находятся в городе, то им приходится преодолевать расстояние три раза в неделю, да. Ну, ради такого можно. Ну, ради такого можно, но два часа туда, в дороге, потом обратно, и человек делает выбор, то ли ему учиться, то ли ему тренироваться. Ну, конечно, если в дороге слушать в наушниках химию, физику, математику, то я думаю, что это... Напрашивается вопрос, а может быть, вам расширяться, где-то в центре организовать вот такое заведение? Нет, вы знаете, расширяться, так как мы вошли в топ 100 лучших проектов России, нас обучили в Сколково и сказали, надо масштабировать опыт, надо делиться своим опытом. И вот наш новый проект называется «Безграничное детство», поддержанный, кстати, губернатором, потому что он был у нас в гостях и сказал, да, это очень здорово, с чем вы занимаетесь. И Министерство туризма непосредственно сейчас помогает нам вот в этом проекте. Очень хочется расширить нашу сферу влияния, мы занимаемся 10 детских домов, и хочется проехать в каждый детский дом нашего края, побывать и сводить детей в поход. Для чего? Чтобы в следующем году провести конкурс, туристический конкурс среди воспитанников детских домов и среди приемных семей. То есть те родители, которые взяли детей из детского дома, и они их берут на море, возят на рыбалку, ходят в тайгу куда-то. Вот для них конкурс, чтобы... Я считаю, что туризм – это очень великий инструмент как социализации, так, не знаю, психологической разрядки, так и просто жизненного опыта. Потому что ребенок сам ставит палатки, он сам разводит костры, он бережет природу, потому что он в этой природе растет, он варит кушать, он проектирует свой маршрут. Ребенок – это сколько лет? Ну вот в этом походе по Якутии у нас были дети, самому младшему было 11 лет, самому старшему, ну, уже нельзя назвать ребенок, 19 лет. Но в среднем вот 12-17. А если он вдруг помладше, но все-таки хочет к вам попасть? Вот сейчас посмотрит программу, говорит, мама, папа, хочу. Да. Я только единственное могу сказать, что спортзал у нас 6 на 12, вот, и бывает приходит туда по 30 человек, и, конечно, это весело, шумно, мы кувыркаемся, у нас борцовский ковер лежит. То есть я, так как имею опыт, не знаю, предыдущих, значит, спортивных каких-то достижений, то занимаюсь, у нас есть скалодром на базе, у нас есть тренажеры грибные. То есть идет такая тщательная подготовка к тому, чтобы вот взять и отправить на кучу? Обязательно. И мало того, мы, конечно же, проходим теорию. То есть дети учатся экстремальной медицине, каким образом перебинтовать, каким образом попадая, там, допустим, под лед, вылезти, как спасти человека в любых ситуациях. А куда потом вот эти дети с такими потрясающими навыками идут? В МЧС? Ну, я скажу так, что у нас есть Алексей Травников, который сейчас поступает в училище МЧС. Есть уже дети, которые там учились. Есть просто строители. Те же самые дети. И дети цены идут? Идут. Но есть, скажем так, и совершенно специальности, которые строительные. Не знаю, там, любые другие специальности. Ребята и в железной дороге работают, и где только не работают. Но туризм – это на всю жизнь. И то, что мы говорим, если сегодня мы говорим, как же нам пойти отдохнуть на природу, нужны большие деньги, потому что это коммерческий туризм. Пожалуйста, туда платно, туда платно. А как же бесплатно? Вот бесплатно – это и есть обучение. То есть это умение ходить бесплатно. Есть, конечно, группа велосипедистов, саперов, которые совершенно бесплатно ходят по ходу, объединяются, ходят. Вот этот туризм, он позволяет экономить бюджет. Вот сейчас действительно очень много говорят о внутреннем туризме. О нем особенно активно заговорили, когда началась пандемия. Сейчас другие события происходят. И как никогда это актуально. Тем не менее, также идет немало разговоров о том, что внутренний туризм достаточно дорогостоящий, потому что у нас много неисследованных, потрясающих мест, и добраться туда довольно дорого. И вот вы предлагаете альтернативу, как это сделать малыми средствами? Ну, конечно, как и любая другая туристическая компания, если к нам обращаются, то мы, конечно, проводим и коммерческие туры. Пожалуйста, мы собираем народ, ведем их на сапах, ведем на велосипедах, идем в пещеры, на лыжах, зимой ночуем в лесу, в палатках в минус 35. Но основа, конечно, это поднять этот туризм с самого начала, с детства. И развитие. Для этого мы и хотим провести конкурс. И показать нашу потрясающую страну. Конечно. И обучить тому, что, вы знаете, вот приходишь постоянно на тот же самый карьер села Матвеевки, и вот смотришь, ну, ребята, что вы делаете? Вы же здесь отдыхаете. И все бросаете бутылки, грязь, там, мусор. И потом вывозишь по 10-20 мешков этого мусора, чтобы просто потренироваться или провести соревнования. И также на любом месте пикника рыбаки, охотники, и вот в них это не заложено, любовь к природе. Да, они берут рыбу, да, они еще что-то берут из тайги, а оставляют бутылки мусора, ну, очень некрасиво. Поэтому хочется вложить вот эту любовь к природе и умение не просто пользоваться. Мы же говорим, если туризм, то мы можем пойти в незабываемые красивые уголки и сделать из них очень некрасивые, незабываемые уголки. Поэтому вот, чтобы это все не происходило, нужно обучение. Вы говорите, что работаете с детьми 12-19 лет. Возраст, скажем так, не самый простой. А еще если это дети, например, из детского дома, да, то там особенные могут быть, да, взаимоотношения. Как вы с этим справляетесь? Наверное, у каждого человека есть такой магнит притяжения. Один может притянуть двух человек, а другой может притянуть сто человек. Вот у меня как-то получилось, что я перенял это все от отца. Мой был отец, он председатель клуба туристов нашего Хабаровска, открывал маршруты, проходил реки, составлял лоции, порогов этих рек. И я с 9 месяцев оказался вот в такой среде туристов. И теперь для меня это самые родные люди, это туристы. И, конечно же, я теперь несу... Но подростки это не самые простые люди. Подождите, так меня растили кто? Я вот как сын полка туристического, меня нянчил там, не знаю, кто только не нянчил. Поэтому сейчас я хочу тоже передать вот этот опыт, этот заряд 60-х, 70-х годов, в которых были бардовские песни, в которых было, ну не знаю, душа просто раскрывалась и пела. И вот хочется это передать нашему населению, нашим детям, которые, чтобы не потерять вот этот вот дух туризма, дух природы. Это не обязательно туризма. Сейчас, знаете, туризм раньше был, это понятно, рюкзак, борода, гитара и вперед. Сегодня, наверное, есть и квадроциклисты, и там кто только на чем не ездит и не плавает. То есть это тоже турист. Вы заставляете детей или они как-то сами идут? Нет, вы знаете, что такое уличная романтика и вот настоящая романтика туристическая. Вот это двое весов. И те ребята с детских домов, они меня сейчас слышат. Естественно, что они хотят? Они хотят убежать за забор, убежать там куда-то. То есть они бегут куда-то, что-то делают, там на улице шкодят и где-то попадают в неприятности. С удовольствием воспринимают это предложение. Это уличная романтика, да? И вот когда она меняется на настоящую романтику, на природную романтику, то есть человек знает, что я могу оторваться от вот этого шумного мира, да, посидеть, половить рыбку, посмотреть на природу, на свою любимую, попить из чистого ручья в водичку, где еще только можно. В нашем Дальнем Востоке точно можно, но в других урбанизированных странах уже там так уже неизвестно, можно ли там пить или нет. Так вот это очень ценно. И надо сказать про воду. Когда я детей сейчас спросил, дети, что вам интересен поход? Да вообще капец, нам очень тяжело, это на третий день пути. Так а что хорошего-то? Ну ничего хорошего. Ну как ничего хорошего? Ну как, хорошо, когда ты скидываешь рюкзак, отдыхаешь, и когда ты воду пьешь. Вот представьте, жажда, человек реально сравнивает вот эту грань, он чувствует, что такое вода, что такое чистая вода, просто напиться воды, отдохнуть. Я говорю, ребят, жизнь вот такая, то есть нужно искать прелести в лучшем. И вот когда они два дня отдохнули на высокогорном озере, высоко-высоко в горах, у них эта вот душа просто раскрылась, они обалдели от этой красоты, от запахов. То есть когда ты идешь с рюкзаком, ты видишь пятки впереди идущие. Когда ты реально останавливаешься и можешь срелаксировать, вот ради этих моментов релакса, наверное, мы и ходим. Но неужели у вас не бывают какие-то проблемы? Все-таки это возраст такой, да, когда гормоны бушуют, кто-то может, грубо говоря, психануть, уйти, там что-то. Бывают такие моменты? Как вы с ними справляетесь? Психануть и уйти от меня очень сложно. Сразу полетит полено, оно обязательно догонит. Поэтому, ну вот, знаете, вот Надя Кузнецова, это многодетная семья Кузнецова, их четыре человека, я вот не знал, не знал, она в тихушку плакала на третий день. Другие тоже девчонки, их было три девчонки, они все плакали по чуть-чуть. Ну, я не ожидал, что Надя будет плакать. Ну, я это узнал только вчера на общем сборе, когда мы высказывали, что было интересного в походе. Так вот, она говорит, Михаил Михайлович, ну я просыпаюсь. Говорит, это трюкзак, это капец, это просто обычная гречка с утра опять. Это болото, это ноги уже не идут. И я хотел просто заплакать, сказать, я никуда не пойду. Аня Кузнецова говорит, а я хотела ногу сломать, чтобы меня эвакуировали на вертолете. Ну, это шуткой, конечно, все. Но, то есть, надо сказать, что дети преодолевают себя. Где они еще могут преодолеть себя? А что такое патриотизм? Это любовь к родному краю. Патриотизм – это вот любовь к кабинету, к своему стулу любимому. Так он хоть в Нью-Йорке стул, хоть в Хабаровске стул, хоть в Москве. А вот природа, она везде своя. И нужно любить свой край. Стремятся ли дети из других регионов попасть к вам в такие путешествия? Так вот, наш проект призван к тому, чтобы мы пошли через всю страну проехать до Мурманска, попав в каждый один детский дом из каждого региона и сводить их в поход. Вот в 2023 году мы хотим для начала сводить все детские дома нашего края в поход. И обязательно мы уже договорились с детским домом Бурятии, едем на Байкал и вместе с нашими детьми, юными инструкторами, и вместе с детским домом Бурятии идем на Шумак. Это горы, это высокогорные источники горячие. Мы там уже были, строили экологическую тропу на Шумак. И потом дальше сделать на Байдарках поход по Байкалу. Вот это в следующем году в любом случае состоится. И хочется передавать опыт дальше. Может быть, вы организуете какую-то франшизу? Ну, я не знаю, что такое франшиза, я просто в лесу живу. У меня, наверное, есть, скажем так, коллектив, который теоретически обладает моментами. Мы пишем проекты, мы пишем гранты, мы общаемся со спонсорами. Но я живу в лесу, и поэтому про франшизу ничего не знаю. Ну, я имею в виду то, что вы можете как раз свой опыт описать, упаковать, как сейчас модно говорить, и продать. Вы знаете, очень хочется, чтобы эпицентром, вы знаете, фестиваль «Грань» шумит на всю Россию. И москвичи, и томичи, и питерцы, и Нижний Новгород, фестивали туристических фильмов спрашивают, а как у вас получился ваш фестиваль фильмов «Грань». И, конечно же, хочется передать наш опыт, потому что 20 лет назад приехали из Москвы профессора, сказали, а как же так? Непогодины дают детей в поход, а нигде по России не дают детей в поход. Сегодня ситуация поменялась, и уже детей с детских фильмов дают, и даже сами директора детских фильмов вводят в походы своих детей. Меняется ситуация, и хочется, чтобы наш конкурс, Хабаровский, объединил всю Россию. Хочется, чтобы мы в Хабаровске провели свой краевой конкурс, затем ДФО в 2023 году, и затем в 2024 провели всероссийский конкурс, туристический конкурс фотографий, видеофильмов, маршрутов туристических среди воспитанников детских домов и приемных семей. В завершении разговора давайте, пожалуйста, напомним нашим зрителям о том, как все-таки сделать так, чтобы лето было, например, незабываемым или даже осень. Лето у нас уже практически заканчивается, вот впереди, надеюсь, жаркая осень. Что они могут сделать для того, чтобы она была восхитительной? Какие-то вы, может быть, дадите советы? Те, кто уже путешествует, им советы не нужны. Они понимают, что это очень классно. Те, кто не путешествует, это те люди, которые боятся. Первое, уберите страх и пойдите, начните с малого. Просто возьмите у друзей палатку, выйдите на Амур и заночуйте где-нибудь на левом берегу, уйдите на траваечке на речном. Или попробуйте, не знаю, всей семьей выехать и что-то сделать. То есть, конечно, у нас есть у всех дача, но предлагается выехать просто в лес, пройти каким-то небольшим маршрутом, сплавиться по речечке. Попробуйте, прикоснитесь к этому замечательному. Тренироваться на местности сначала. Тренироваться на местности, ну и учиться. Сегодня не обязательно школы проходить. Сегодня все в интернете есть, вы можете научиться всему. А куда вы держите самый ближайший маршрут? Самый ближайший маршрут 8-го числа мы уезжаем в экспедицию. 8-го августа? 8-го августа, вот в понедельник. Мы уезжаем. И так как наш проект, мы делимся опытом, вот мы поделились опытом с Нерингрей, сейчас мы делимся опытом с находкой. И вместе с находкой, с детишками из находки и с Хабаровска, мы едем в преображение, это север нашего края, где сейчас все залито, все дороги там в ужасном состоянии. И мы там идем на Беневские водопады, на Парк Драконов, мы катаемся на наших байдарках морских по морю, смотрим батареи, которые стоят по Бухте Тасовой наверху. То есть мы в процессе. Будем ждать от вас видео и сделаем репортаж. Спасибо вам большое. Обязательно. У нас в гостях был Михаил Непогодин, директор Центра социальной адаптации «Грани», а это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Олеся Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»